В Санкт-Петербурге полностью отреставрировали автобус ЗИС-155 выпуска 1957 года, восстановленный экземпляр впервые публично показали на прошедшем 21 мая городском параде ретротранспорта. На сегодняшний день во всем мире сохранилась лишь около десятка ЗИС-155, в хорошем состоянии, редчайшая машина. Этот конкретный 155-й нашли в Ставропольском крае. Машину списали с одной из местных автобас еще в 1990 году, хотели порезать на металлолом, но в последний момент ее выкупил и спас шофер предприятия. Мужчина перевез автобус к себе на садовый участок, законсервировал и около 30 лет поддерживал в исправном и ходовом состоянии, периодически заменяя моторное масло и технические жидкости. В 2017 машина была выкуплена Петербургским музеем автобусов, который работает припад пассажир автотранс. Как пишет телеграм-канал Ретробас, непосредственный впрыск, реставрационные работы заняли почти пять лет. Хотя автобус и был комплектным, несущий каркас, внешние панели, салон и агрегаты требовали серьезного ремонта. ЗИС-155 разобрали до винтика, дефектовали, а затем долго и тщательно возрождали, заменяли отслужившие детали, переваривали и перекрашивали. К слову, кузов у ЗИСа сделан на манер американских аналогов. Внешние панели вырезаны не из стальных, а из алюминиевых листов, как следствие они не приклеены к каркасу, а приклепаны при помощи специального крепежа. ЗИС-155 выпускали в 1949-1957 годах на заводе имени Сталина в Москве, впоследствии завод имени Лихачева. В 1950-1960-е годы автобус этой модели массово использовался в крупных городах СССР, он оснащался 5,6-литровым рядным шестицилиндровым бензиновым мотором ЗИС-124 мощностью 95 литров. С. за 8 лет был собран 21741 ЗИС-155. Автобус ЗИС-155 до реставрации в 2017 году, видео-ретробас, автобус ЗИС-155 во время обкатки в 2022 году, перед окончательной сборкой видео-ретробас.